Девочка-пай Если вы не так уж боитесь Кощея Или Бармалея и Бабу Ягу Приходите в гости к нам поскорее Там, где зеленый дуб на берегу Там гуляет черный котище ученый Вот он молоко и не ловит мышей Это настоящий кот говорящий А на цепи сидит горы ночной Приходите в гости к нам поскорее Приходите в гости к нам Кот про все расскажет вам Потому что он видел все сам Ах, как сухо и темно Ах, как чудно и чудно Ах, как страшно и смешно Зато в конце все будет хорошо Ну что, давайте это слегка начинать Не знаю, что получится из этого Ну, как получится, так и получится Вот, я сегодня приготовила вебинар С целью познакомить вас Презентовать свою сказкотерапевтическую Трансформационную игру В гостях у сказки Вот И те, кто знаком со мной Очень хорошо Те, кто не знаком со мной Разрешите представиться Меня зовут Степанова Оксана Владиславовна Я педагог-психолог высшей квалификационной категории Сказкотерапевт Со стажем работы более 20 лет В том году явилась победителем Всероссийского конкурса Именно Ильбасима Ильбасимовича Глотова Вот Также я автор книг Набора сказочных мат И ведущая И автор трансформационной игры В гостях у сказки Собственно говоря С ней я вас сегодня И хочу познакомиться Друзья мои Еще раз прошу вас Поставьте плюсики Слышно ли меня? Видно ли? Отлично Видимо запись идет с небольшой задержкой Поэтому Ориентироваться буду на ваши плюсики Ну что ж Двигаемся дальше И вот эпиграф Который я С которого я хочу начать знакомство Со своих Игры Звучит Травильях Можешь заблудниться в лесу Но если ты Не знаешь сказок То можешь потеряться в жизни Вот И перед вами сейчас Игровое поле Сказко-терапевтической игры В гостях у сказки И те наборы И методичка Которые Являются помощниками При проведении этой игры Вот Разрешите вам Зачитать сначала Цели и задачи Этой игры А потом я поэтапно Расскажу вам Как в нее играть Итак Цель этой игры Создание авторской Сказочной истории Для решения Или проработки Актуального запроса Клиента Или того Кто пришел к вам Играть участника По мере прохождения Семи сказочных пунктов игры Задачи я ставила такие Содействие участникам При формировании Индивидуального образа Цели и пути Ее достижения В процессе игры Вторая задача Это помощь В прочтении Сказочных шифров Напутствие От волшебных предметов Помощников И сказочных героев Третья задача Развитие творческого Нестандартного мышления С направлением Вектора внимания На собственную Созидательную природу И четвертая задача Содействие В формировании Внутреннего душевного Состояния участников Которое основано На творческом Отношении к жизни Я сама Очень творческий человек Люблю творить И поэтому Те, кто приходят Ко мне играть На эту игру Тоже Включаются В это творческое поле И люди пишут Чудесные сказки Которые помогают Им Решить Или проработать Какой-то актуальный запрос А может быть Проблема С которой они Приходят на игру Вот Для того, чтобы Определиться С запросом Я даю Некоторые подсказки И Сейчас Когда мы пойдем Поэтапно Разбирать Сказочные пункты Я буду Объяснять Как я это делаю Итак Первый Сказочный пункт Это Камень распутья Вы знаете Что в сказках Очень часто Герои попадают Камень распутья Для того, чтобы Определиться Сделать Какой-то выбор Определиться По какому пути И И вот здесь Важно Участникам игры В самом начале Определить Тематику Своего запроса Я Помогаю Им с темами Если кто-то Сомневается Что он хочет Я тоже Предлагаю Помощь Итак Помощь в определении Тематики Запроса Это может быть Что-то Связанное С работой Или Деньги А может быть Путешествия Семья Карьера Или Духовность И если Человек Говорит Я не знаю Мне хочется И то И то То Забудок Отбрать Несколько Запросов На бумажечках Все перемешать И с закрытыми глазами Выбрать Одну бумажку И с этим Запросом Поработать На Этой игре То Что вам Подсказало Ваше Подсознание Вот И так Формируется Запрос На камни Распития Затем Как и в Любой Другой Игре Здесь Есть Кубик Вот И Мы кидаем Кубик То количество Ходов Которое Выпадает На кубике Соответственно Человек Двигается По сказочному Пути И выполняет Различные Задания Которые Ему Выпадают На этом пути Что это За задания Задания Конечно Связаны С тематикой Которые Будут Встречаться По ходу Сказочного Пути Ну вот Приведу Вам Один Два Примера Чтоб Вы Понимали Что Это Может Быть Например Задание Такое По пути Волшебной Комнат Расскажи О событиях В своей Жизни Которая Стала Ключевыми Для Как Как Это Повлияло На Твои Дальнейшее Развитие Либо Вспомни Моменты В Которых Ты Был Успешен На Высоте Расскажи Об Одном Из них Это В качестве Примера Я Вон Повела Итак Второй Сказочный Пункт Куда Попадают Участники Это Волшебная Комната Волшебной Комнате Есть Такой Предмет Который Называется Волшебная Зеркать Здесь Мы Выполняем Технику Свет Мой Зеркать Покажи В Волшебном Зеркать Отражаются Наши Участники Но Только В Образах Сказочных Героев Итак Первая Колода Сказочный Набор С которым Мы Работаем Это Сказочный Проективный Карте Помощник И У Некоторых Участников Такой Набор Есть Они Знакомы С ним У кого Низит Я Объясняю Что Этот Набор Включает Методичку В которой Есть Сказочный Глоссарий 36 Сказочных Героев И 36 Кар Отрисованных Художницей Наски Тучковой Они Очень Сочные Яркие Красивые Сказочные Сказочные Герои Скажем так Очеловеченные Есть Здесь Животные Сказочные Герои Вот Поэтому 36 Карточек Я Обычно Работаю Закрытые То есть Участникам Предлагается Выбрать Какого-то Одного Сказочного Героя А затем Мы Проводим Эту технику Светлую Зеркаль Скажи Она Описана На Тодичке Вот И После Этого Все Свои Скажем так Все Что Выпадает Участникам В течение Игры Мы Записываем Скажем так В таких Путеводных Заметках Называется Волшебный Сундучок В который Мы Собираем Как в копилочку Все знания Полученные В ходе Игры В каком Вроде Какого Сказочного Героя Я Выпадал Какую Подсказку Какой Напуск Я получил От Бабы И Какой Волшебный Инсайд Произошел В результате Игрового Задания Вот Все Это Мы Пишем На Тих Листочках Как раздаточный Материал Я их Раздаю Участникам Для того Чтобы В конце У каждого Участника Родилась Своя Авторская Сказочная История Вот Далее Выбросаем Сибирь Выполняем Игровые Задания Сибирь Это Сибирь 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 Он Сибирь размышляет о том Что это за предмет для чего он ему достался Как он может ему помочь в текущей ситуации Какой символизму этого предмета. Вот, это колода волшебной помощники из добрых сказок. И к каждому предмету, конечно же, еще есть напутствие. Напутствие, вопросы и задания. Каждый участник получает свои подсказки, вносит их в путеводные заметки. У некоторых сразу инсайты происходят. Они говорят, ну надо же, какой предмет мне достался. Ну, давайте сейчас волшебное веретено в качестве примера вам приведу. Какой на пути это есть. Приветствую тебя, милый гость или гостья. Смотрю, задумал, что ты мил человек. Размышляешь, какая польза от меня может быть тебе быть. Открою тебе свою тайну. Дружна я со временем. Веретено, веревка, время. Слушайся в эти слова. Словно вертится, вращается колесо времени. Когда веретено крутится на прялки, скачет гидильщицы, скручивают и наматывают нити. А когда приходит время, обрывают их. Так и в любом деле или отношениях есть начало. Знаешь ли ты, что в жизни человека, как и в природе, есть место цикла. И надо умеет двигаются дальше. И двигаются дальше. И как же в сказке без испытаний, без трудностей? Никак. Поэтому их путь пролегает к лабиринту. И здесь, на сказочном пути, мы разбираем ситуации, которые, условно, мы называем запутанные. Когда мы запутались в какой-то ситуации или заблудились по жизни. Тоже вопросы и задания, которые помогают нам в этом. И когда мы попадаем в сказочный лабиринт, к нам на помощь приходит матрешка. Наша русская такая игрушечка. И мы пользуемся следующим набором, который называется тайна матрешки. Здесь у нас семь матрешечек. Каждый из них что-то держит в руках или ничего не держит. Но символизм есть в каждой из них. И участники тоже размышляют, что это за символический предмет в руках каждой матрешки. Как это может помочь ему в решении его актуального запроса. И с обратной стороны каждой матрешки есть тоже подсказка. Все это мы фиксируем в путеводометках. Разбираем, проговариваем. Вот здесь очень часто получается, что участники рассказывают о каких-то трудностях или запутанных ситуациях. на помощь приходит коллективное такое поле. Каждый может высказаться, дать совет, если, конечно, участник этого хочет, или высказать какие-то свои гипотезы. и получив помощь от матрешки, мы двигаемся дальше. Далее путь нас ведет в пещеру. Вы помните, сказку про волшебную лампу. В эту пещеру попадал Аладдин, в эту же пещеру и попадают наши участники. Игра, кстати, универсальная. Она подходит по возрасту подросткам. В нее могут играть как мужчины, так и женщины. То есть она универсальная, подходит для всех. И в пещере сокровищ, по пути в пещеру сокровищ участники тоже выполняют задания разные игровые, отвечают на вопросе и попадая в пещеру сокровищ, предстоит встретиться с камушками самоцветами. Камушки самоцветы тоже приготовили на путь для каждого из участников. Камушки можно выбирать в открытую и в закрытую. И каждый камушек, конечно же, на символическом уровне несет каждому участнику какие-то подсказки. Ну, позвольте вам прочитать камушек-топад, его на путь страсти. Я голубой топат. С моей помощью упрощается ярость и успокаиваются страсти. Я дарю людям благоразумие, спокойствие и уравновешенность. А я не угодно в угодица увечивая вару. Вижу, вы удивлены. Или уже имеете такую способность словом вырегулировать любой конфликт? Вы размышляете, почему я вам достался? В каких жизненных ситуациях вам пригодится ваша способность проявить спокойствие и применить дар выразумляющего слова? Желаю вам укреплять и развивать себе чудесный дар миротворства. Так. На свет мы вносим вот эти вот заметочки, пополняем свой кундучок, свою сокровищницу и кидаем кубик. И сказочный путь пролегает дальше, мы оказываемся возле сказочного замка. Вот, друзья мои, вот так выглядит карта. Она очень удобна. На холщовой такой бумаге выполнена. Ее можно легко сложить или вкрутить, взять с собой дорогу. Вот, поиграть в эту игру или провести такой мастер-класс для педагогов. Вот. Все наборы прилагаются. В наборах, в каждом наборе еще очень много информации, сказок авторских. Поэтому вся эта игра, она очень созидательная, творческая, несет себе начало. Поэтому хорошо подойдет всем категориям. Итак, попадая в сказочный замок, у наших участников, таким багажом, который они собрали за всю игру, рождается сказочная история. Это может быть сказка. Это может быть какой-то детектив. Это может быть романтическая история. Вот здесь уже, скажем так, фантазия и творчество каждого участника. Самое главное, чтобы красной ниточкой шел запрос, в котором пришли участники. И в этой сказке я предлагаю участникам разрешить чудесным образом исполниться тому желанию, тому запросу, который они принесли в игру. В сказке, возможно, все. И сказка иногда пишется так, и может вывести вас туда, но о чем вы даже не мечтали, не могли пофантазировать. Поэтому это очень здорово, написание авторской сказки в конце. И я хочу сейчас показать вам еще информацию и рассказать о том, что эта игра в «Гостях у сказки», она начала жить своей жизнью. То есть я ее написала, создала, поиграла в нее в разных городах. Эта игра приняла участие в фестивале «Дары игры» в прошлом году. И участвовали, приобрели ее, и она стала жить своей самостоятельной жизнью. И меня это очень радует, потому что ребенок, когда рождается, он вроде бы твой, но приходит время, и ты его отпускаешь в мир. Вот так произошло и с моей игрой. Она стала путешествовать в Москве, в Геленджике, в Новороссийске, в Краснодаре. Поэтому очень здорово, что она нашла своих почитателей, и я рада, что она приносит пользу еще многим людям. Вот. Чем хорош этот проект? Что в этой игре объединились три направления. Сказка терапия, сказочные метафорические ассоциативные карты и игротерапия. Три направления, все они работают. Сказки есть в книжках написанные, вы можете найти. Там же очень много техник по работе с метафорическими картами. Ну, а сама игра, она располагает непринужденность в такой атмосфере. Люди больше раскрываются в игре, больше доверяют друг другу. И вот внутренний ребенок, который находится в каждом из нас, он прям очень радуется, что его так побаловали, что поиграли. И это приносит очень много удовольствия участникам. Сказка терапия, подобно волшебному инструменту, с помощью которого можно вести беседы с душой человека. Метафорические карты. Это ключи для открытия дверей внутри нас. Ну и ее реличество игра. Еще раз напомню вам этапы игры. Вы можете их прочитать сейчас. Первый этап, когда ведущий знакомит участников с игровым полем. Как такой сказке объяснять основные правила. Второй этап, когда участники формируют запрос у камня на распутье. Третий этап, непосредственно сама игра. Поочередное прохождение волшебных мест силы сказочных пунктов. Четвертое, работа с наборами сказочных бумаг. В каждом пункте прохождение заданий, получение напутствий, осознание своих чувств, целесных ощущений. Пятое, написание авторской сказочной истории в конце игры. Шестое, интеграция сказочного опыта с жизнью. И подведение итогов обратной связи от участников игры. В методичке, которая прилагается к этой игре, есть все подробное описание, цели, задачи, этапы. Непосредственно все задания игровые, которые описаны. Поэтому тем, кто захочет приобрести эту игру, руководство в действии имеется. О чем еще хотелось бы сказать на своем вебинаре. Вы знаете, что сейчас очень популярно стало дистанционное обучение, онлайн обучение. Поэтому я тоже не осталась в стороне. И хочу представить вам авторский курс «Маг и сказка терапии». Каждая встреча этого курса посвящена знакомству и апробации одного набора сказочных «Маг», терапевтических женских сказок, техник и методик в контексте сказкотерапии. Все эти методические материалы представлены одним пакетом из пяти вебинаров, которые включают в себя техники работы с «Маг», алгоритм написания авторской сказки, много полезной информации. Друзья мои, кому откликается этот авторский курс, можно зайти ко мне в вебинарный «Маг и Наток», почитать подробное описание и заказать этот курс. Ну а кто закажет авторский курс, тому еще книга «Маг и сказка» подружилась по цветовой сказкотерапии «Подарок» в электронном виде. Вы можете прочитать, кем вы научитесь на этом курсе, познакомиться с авторскими колодами сказочных «Маг», апробируйте техники, позанимайтесь сказкотворчеством, поработайте со своим актуальным запросом, гармонизируйте внутреннее состояние и отзвоите новые психологические инструментарии для диагностической и терапевтической деятельности. Ну, собственно говоря, все, что я планировала по игре, я вам сегодня рассказала. Вас еще раз поздравляю с чудесным днем весеннего равноденствия, 21 марта и приглашаю вас на свой сайт в раздел «Нежная ярмарка» и написать, можно мне на почту, адрес тоже здесь вы видите, или позвонить по телефону 8-918-3343-446. Да, Света пишет, так само, у меня есть все наборы, но нет игрового поля, нет методички. Отдельно, Светочка, это не продается, это идет как готовый такой вот актерский продукт. Поэтому можно свои наборы реализовать как-то или подарить, а игру приобрести вот таким образом. Вот, друзья мои, спасибо тем, кто пришел на сегодняшний вебинар. Благодарю вас, благодарю за внимание и до новых встреч, потому что в апреле месяце у меня будет апробация, презентация новой игры для женщин «Волшебные камертоны женской души». Поэтому всех, кого заинтересует эта игра, тоже буду рада видеть вас на вебинаре, а тех, кто сможет добраться до меня и на семинаре. Вот, поэтому всех еще раз поздравляю с праздничком, весны в душе и успехов всем, каждому в своем творчестве. До новых встреч! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok «Волшебные предметы-помощники» достались нашим участницам, и каждый из них приготовил для участницы свое напутствие, которое мы сейчас и почитаем. Вот и подошла к завершению наша спаскотерапевтическая игра «В гостях у сказки», и я прошу участниц дать обратную связь, сказать несколько слов. Как вам, девочки? Да, очень много, сердечная, добрая. Очень много мне показало про семейские. Я благодарю, что пришли на наш фестиваль и провели дебют этой игры. Благодарю, а нечаянно? Очень классно, мне понравилось, потому что она такая прям ресурсная, прям детская. Очень много вот именно детского, вот этого счастья, возникает именно во время разговора игры. Я немножко привыклась, очень сильно сожалею, я бы не советовала уходить, потому что вот, когда вот, что у меня нарастают в мире в пути, конечно, вот, довести вот классно до самого конца. Легко и просто. Спасибо огромное. Какой сказочный пункт понравился больше всего, Галя? Больше всего у меня вот это вот помнить из зеркала. Ага. Техника сказочная, действительно, зеркальца, скажи, в волшебной комнате. Спасибо. Я их раздумала, потому что мне душе, потому что действительно затронуло штуны души, и мне выпадали вне сихи души. Все самые другие матрошки с балалайкой. Вот, для меня вот как раз вот эти, наверное, бусы, они прям до сих пор такое вот состояние, что-то очень глубокое, внутреннее. Ну, вот то, что мне нужно было на сегодняшний день для того, чтобы двигаться дальше. Здорово. Там ресурс, там было написано, что у меня много ресурсов. Это то, что я действительно в себе, наверное, не до конца ничего не признаю. Это музыка моей души. Леня попалась из лавки чудес в гусли самогули. Вот о них она сейчас говорила. Хорошо. Наташа? Очень понравилась игра. Мне очень понравились. Образ. На разный катакль. Замечательные. Такие не было вообще ничего, что я забывала там. Столько оскажений. Мне очень понравилось. Наша работа на закрыт. Очень понравилась увлеченность на пересечении всех нас. Хотелось обратную связь все отдавать, получать их было интересно. Ну и неожиданно совершенно вы подали карточки. Это было очень интересно. Это было очень интересно. Расширяет восприятие я думаю, когда еще Наташа напишет сказку, то это еще больше расширит ее горизонты и прояснит ее запрос. Евелина. Игра расслабляющая. Вот я просто песню. Она лопшая, но при этом я чувствую, что работает где-то на груди нет. Потому что связано с сказками, с архитиками и так глубоко. Больше всего мне понравилась конечно избушка обами побега-гиби. Вы действительно сказка? Вы попали в сказку. И я знаю, что каждый человек он может сам создавать свои сказки. Согласна. Сам плести и я вас благодарю за это. Потому что благодаря вашим объектам, которые выиграла я судьбала я получила в очередной раз подтверждение даже не в очке, а в твоей миссии. И я вас благодарю, девочки, за то, что вы выбрали мою игру, за то, что пришли ко мне и благодарю хозяйку нашего фестиваля Анну Платкову за то, что она пригласила меня поучаствовать в этом фестивале Дар игры. Спасибо всем большое. До новых встреч. Спасибо. 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 Продолжение следует...